Последняя остановка Маджнукатила оказывается. Тибетский район, вот куда мы приехали. Отсюда надо брать рикши. Без помощи тут не останешься, конечно. Такси, рикши, велорикши, электромобильчики. На любой вкус предлагают из Маджнукатила куда угодно. Хоть в аэропорт, нам на Мейн Базар любимый. Но кто не знает, где остановиться, в Маджнукатила тоже есть отели. Я забыла, куда я собираюсь. На Мейн Базар я собираюсь. Просто 5 утра, я еще не очень у меня. Нейронные связи в мозгу быстро работают. Я так поняла, мы караванчиком шли. Несколько автобусов в Дели. Так, Маджнукатила. Здорово. Вот у тибетцев есть свой район здесь, в Дели. Отличный. Кто не поедет к Драмсалу, может отсюда и товары купить какие-то. И тибетские. Посмотреть храмы. Ну что? Куда он убежал? Это наш, что ли, водитель? Жарко? Да, наш. Около 20 километров. 18, наверное. Сейчас, да. Такой маленький автобусик на Мейн Базар разрешают проехать. Все очень хорошо мы доехали. Very good. Утро начинается с политики у нас. Саши, где найдет политического оппонента, там его и распинают. Или хотя бы проводят какую-то объяснительную беседу. Это Мейн Базар. Без трафика он по-другому немножко выглядит. Вчера, 5 утра, наверное, опять 5.15, 5.20. Ура! Что-нибудь тут затеяли ремонт. Потихонечку ремонтируется. Буд моем. Бедный работал, чтобы не разбудиться. Доброе утро. У нас 11.32. Саши уже сбегал. Мы приехали в 5 утра. Приехали, упали и отоспались до 9. Я себе кофе приготовила потом. Саши мне принес омлетик и принес 2 дыньки. Вот, очень вкусные дыньки. Кто сейчас сюда приезжает, вы дыни ешьте сладкие и хорошие. А я пока вот обнаружила и горжусь прям своей стороной со страшной силой. Вот этому человеку, буддийскому монаху, которому не все-то и верят, что он писал эти книги и что это вообще он. Но у нас, оказывается, Лапсан Гурампе. В Кемерово есть памятник. И я сейчас просто хочу найти, кто этот памятник создал. Кто был инициатором. Путеводитель по Кемерово. Вот, наверное, здесь я и найду. На сайте города. Ну вот, что я прочитала. В самом начале Притомской набережной, там, где она пересекается с улицами Красной и Арочной, установлен памятник английскому писателю-эзотерику Лапсан Гурампе. Впрочем, официально предпочитают именовать эту скульптуру просто философ, дабы не волновать лишний раз общественность. Дело в том, что установка этого памятника вызвала в некоторых кругах горожан недовольство. С какой стати у нас в Кемерово стоит памятник какому-то оккультисту? Как бы там ни было, факт остается фактом. Здесь изображен именно Тьюзда и Лапсан Грампа. Британский писатель и буддист, урожденный Сирил Генри Хоскин, у которого и в Кемерове есть свои поклонники и почитатели. Автор памятника – московский скульптор Дмитрий Владимирович Куколас. В 2007 году к нему обратился кемеровский бизнесмен, который предпочел остаться неизвестным. Ой, вот это респект этому бизнесмену и Дмитрию Владимировичу Куколасу. Он попросил создать памятник для города, продиктовал его сюжет и оплатил все расходы, в том числе доставку в Кемерово. А в 2008 году скульптура была передана в муниципальную собственность как подарок на день рождения города Кемерово. Памятник предлагали снести. Эту идею поддерживала и Кемеровская епархия РПЦ. Но после решили оставить все на своих местах. Отлично. Так, что тут такое? Ну, просто нет слов. Очень-очень рада и горжусь, что есть и такие бизнесмены, и такие скульпторы. И Кемерово предоставила место для этого памятника. Замечательно. И думаю, вот как бы два очертания символизируют. Он же веселился, Лапсан Крампа, в тело вот этого англичанина. И, наверное, вот тут символизирует, что так душа оставила тело, опустела, вот так пустота раз и сюда выскользнула. И продолжал свою работу по написанию книг. Ему не хватило немного времени. Тело было истерзано пытками, вот, испытаниями. Поэтому пришлось переселиться, чтобы доделать работу в этой жизни. Саши позвонил, говорит, выходи, тебя ждет сюрприз. Ремонтируют что-то активно. Какая жара! Где они там? Я знаю, какой сюрприз. Приехал его брат из Джайпура. Поэтому я одела украшения, которые он подарил, чтобы ему было приятно это видеть. Так, мама дорогая, 40 градусов, это точно. Он сказал, ждем тебя где-то в Большом Холле. В каком Большом Холле, я не поняла. Я думаю, даже 44 градуса, вот как было вчера в интернете нам читала Перри. Очень жарко. Дарлинг, where you are now? Where you are? Лобби? Ава, лобби? А? I don't see you. In our lobby I don't see you. I'm down. А я тебя уже вижу. А где вы прятались-то? Я же вот только что была. Холлоу. Ааа, холлоу, how are you? Good. Very good, very good. Вот Ача, вот Ача. Hello. Ааа, вот в этой комнате вы были. Hello, how are you? Ааа, это вам комнату здесь выдали, да? Все понятно. Да, хорошая комната, хорошая. Good, good room. Все новое. Nice, nice, bad room. А, everything nice, yes. Yes, the biggest. Where is a bad picture about cancer, about... Аж клубничные какие-то сигареты курят. И нет устрашающих картинок. У них же сейчас везде на этих... На сигаретах картинки устрашающие. Ача, Ача. Заши рассказывает фильм, который мы смотрели с Амитабачаном. «102 года не предел». Как он не воспитал своего сына до 75-ти. И вдруг начало с него бойца воспитывать в 75-ти. Ну вот им как бы нравится. А Риши Капур... Я ведь его первый раз в этом фильме увидела. В таком старом виде. Потом мне подружка прислала его фото в молодости. Ну, красавчик был, конечно. И это был ПВР-синема. Только 220-ти. Павел ПВР-синема. Я спрашиваю, сколько сейчас... Посмотри, сколько сейчас градусов на улице в Дели. Павел ПВР-синема. На улице в Дели. На улице. Они в 7 утра выехали, в 7.30. Вот сейчас они уже в Дели приехали. Диджай Пуром на своей машине. 41. 41. How much other Celsia, Celsia, Fahrenheit? Сколько? Потому что сейчас Саши говорит, заболела жена друга. Говорит, я сразу к ней сейчас поехал к ним в госпиталь. И говорит, у нее температура 105. А блюдо не может быть температуры 105. Они говорят... 106. 106. В общем, значит, 40 у нее, значит, держится температура. Ужасно, ужасно. О. Так. Так. Что заказали тут? Кромвич-ресторан. Кромвич-ресторан Йода. Это все улицы, где я ем. Брэфа. Ага. Очень известные. Очень близко. Вот дед Йода. Один раз я ездил на тренде из стейсона. Это просто порция батура. Батура. Это очень хорошо пакуют для поезда. Окей. Вот тут они живут. Прямо под нами. Мы сейчас пришли. Что-то там у них с электрикой. Что бы, не знаю. Они хотят еще чаю попить. Поэтому я говорю, я пошла. Чай в меня уже не влезет. Передохну дома под своим кондиционером. Вот так вот. Мы живем в 104-м. Заходите в гости. Продолжение следует... Спасибо.